Здравствуйте! Сегодня в студию регионального телеканала «Репортер 73» в программу «Разговор» мы пригласили Нину Владимировну Дергунову, профессора, доктора политических наук, социолога, общественного деятеля, нашу знакомую давнюю. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте, Нина Владимировна. Хотим сегодня поговорить на многие, многие темы, которые волнуют не только нас, журналистов, но и всех ульяновцев. Хочется так надеяться, что волнует, что у нас общество активное, непассивное и не просто лениво живет, сидит около телевизора, а что-то еще и думает. Вот мы совсем недавно отметили 70-летие нашей Ульяновской области. С какими результатами? Мы не можем похвастать высоким уровнем жизни в регионе, но тем не менее говорим о том, что мы лидеры в привлечении сильных инвесторов в регион. Как это увязывается одно с другим? И вообще, как мы закончили прошлый год? Ну, чисто экономически мне, конечно, сложно говорить. Все-таки я не экономист. Поэтому берут показатели, которые говорят о качестве жизни. И если брать вот этот уже объединяющий все показатель, как произведенные продукты областью за год и поделенные на количество жителей в области, то мы занимаем в стране 59 место. И наш валовый региональный продукт в расчете на душу населения составляет 260 с чем-то тысяч. Если говорить о мировых показателях, то этот показатель переводится в доллары. Это где-то 3900 долларов на одного человека в год. Много ли это или мало? Есть страны, где 50 тысяч на одного человека в год производят. Если сравнивать наш же самих с 2010 годом, есть такой показатель за 2010 год, то это более 7 тысяч произведенной продукции, более чем на 7 тысяч долларов в год в расчете на одну душу населения. Возникает вопрос. Если в 2010 году было 7, а за 2017-2018 это в районе 3900, то мы куда идем? А это комплексный показатель. Он как бы вот все объединяет и все, что произвели, и сколько жителей живет. Тем более, что мы говорим, что область сокращается по количеству населения. Как бы наоборот, показатель экономический должен расти, если у нас такой инвестиционный бум. Но, видимо, это не совсем соответствует. Конечно, это хорошо, что к нам приходят какие-то компании. Но я была на этой зоне, на экскурсию нас возили, как членов общественной палаты еще прошлого созыва. Это малосерийные, компактные, небольшие производства. Да, хорошо, что они пришли. Это лучше, чем ничего. Но сказать, что они дали области мощный рывок для развития, наверное, это будет слишком громко, учитывая вот эти показатели валово-регионального продукта в расчете на одну душу населения. Ну и говорится о том, что это отсроченный какой-то такой проект, что мы получим все равно весь тот плюс, который мы ему льготами дали. Это очень сложно оценить. Я просто скажу еще раз, это малое компактное производство. Вот они к нам пришли. На 10-15 лет они освобождены от налогов в региональный бюджет. Где гарантия, что через 15 лет, когда вот этот период льгот закончится, это все не сложится, не упакуется, не перевезется в другую территорию. Это ведь не такие заводы, как механический, как автомобильный завод. Это малое, компактное, малосерийное производство, которые очень быстро упаковываются. Поэтому хорошо, что они есть. И хорошо, что мы движемся в этом отношении. И значит, в области есть какие-то условия, которые позволяют сюда прийти. Но еще раз говорю, сказать, что за счет них мы осуществили очень такой большой рывок в экономическом развитии, сказать невозможно. Нина Владимировна, какие тенденции можно выделить, и как социологи должны инструментарием этим владеть, терминологией, выделить именно в настроениях ульяновцев. Потому что много говорят о том, что меры, которые принимает правительство страны, региона, носят непопулярный характер. Это та же пенсионная реформа, или тоже переименование площадей. Но, тем не менее, явного какого-то выраженного протеста, это все равно не видно, не видно его. Ну, с точки зрения такой социально-политической, я сказала, что у нас такой наступил сложный переходный период. Старый социальный договор между обществом и властью, когда власть делает, в общем-то, все, что хочет, но дает возможность нам неплохо жить, он закончился. И пока мы ощущаем с 2014 года только ухудшение. В силу экономических причин. И экономический там, и кризис был, все, и санкции. То есть все это вместе, это не буду повторять. Но в любом случае люди ощущают ухудшение жизни. Поэтому, естественно, этот социальный договор с точки зрения населения должен быть пересмотрен. И даже выборы 2018 года, они еще раз показали, что люди хотят пересмотра данного договора, изменения каких-то условий. Что здесь, какие тенденции нехорошие с начала года. Конечно, это увеличение НДС на 2%, которое уже экономисты посчитали, что в среднем это приведет к увеличению стоимости товаров, цены различных товаров и услуг, в среднем где-то на 8%. Но это у одних, может быть, на одни товары 5, на другие 15, да. И как это будет в течение года. Но в любом случае это настораживает. Далее. Повышение тарифов. Оно обозначено, что в этом году дважды, вот сейчас в январе и в середине года, опять приведет к росту цен. Конечно, началась пенсионная реформа. И люди сейчас посмотрят, к чему это приведет. Действительно ли будет какое-то улучшение жизни для пенсионеров хотя бы. И приведет ли это к росту экономики. Потому что, как бы, аргумент это были. Нужны деньги для того, чтобы модернизировать экономию, вкладывать в экономику. И соответствующим образом ожидания людей. Уж если таким образом поступили, да, увеличили пенсионный возраст, то хотя бы это должно выразиться в росте заработных плат. Пока никаких ожиданий нет. И, скажем, средняя заработная плата, не средняя арифметическая, а средняя медианная, то есть наиболее часто встречаемая в нашей области. То есть 70-80% населения где-то в районе этой зарплаты. Это 15-16 тысяч. Это не 26, это не 28. И учитывая, что закредитованность населения очень большая, то возникает вопрос вообще, на что люди живут. То есть здесь вопросов очень много. И я бы еще сказала, что в обществе очень много назрело социальных конфликтов. Это как бы не мое просто наблюдение или не мое мнение. В декабре был Конгресс политологов, восьмой Конгресс политологов России. И на этом Конгрессе выступал директор Института социологии РАН. Они раз в полгода проводят очень серьезные замеры. И у них вот эта картинка уже идет много лет. И он назвал те основные противоречия, запросы, которые видит население. И я их сейчас назову, потому что их несколько. И боюсь как бы не точно сказать. Но прежде всего вот отмечено, что в массовом сознании начинается отторжение от внешнеполитической тематики. Украина, Сирия, Япония и так далее и тому подобное. То есть люди уже перенасыщены этой информацией. Агрессивная вот эта риторика. Да, она перестает их волновать, и они начинают от нее уходить, выключать, не слушать, не разговаривать на эти темы. Поэтому эффект, что вот люди будут интересоваться этим и меньше обращать внимание на внутренние проблемы, он практически пришел к нулю. Второй запрос в обществе – это запрос на конкуренцию, запрос на перемены. Если обычно 15-20% людей отвечают, что они хотят что-то нового, то по последним замерам эта цифра приближается к 90%. То есть люди хотят изменения ситуации и в экономике, и в социальной жизни, и в политической жизни. И запрос на конкуренцию и в экономике, и в политической жизни прежде всего, что мы увидели и осенью этого года. Следующей тенденцией, которая очень кажется простой вроде бы, на самом деле это вообще страшная вещь, это дефицит образа будущего. Когда люди не понимают вообще, куда все идет. Моя личная жизнь, она как вписывается в тенденции развития моего региона, страны, где я живу, общества, вообще куда мы идем. Конечно, здесь есть очень сложные проблемы. Часть населения воспринимает государство еще, я бы сказала так, социалистически. Они очень много ждут от государства. У них образ, что государство позаботится, вспомнит о них. Должно. Должно. Что-то вот оно должно им дать, улучшить жизнь. При этом нужно ориентироваться на молодежь и на то, что есть на самом деле. На самом деле, это капиталистическое государство, вообще которое никому ничего не должно. Да, оно должно следить за порядком. Да, оно должно охранять нашу территорию. Да, должна работать правовая система. Если мои права кто-то нарушил, я имею возможность их защищать. Но вообще никто ничего никому не должен. И когда некоторые наши чиновники это откровенно говорят, они действительно так понимают и действительно так в реальности происходит. Да, у капиталистического государства тоже есть какие-то социальные обязанности. Это помощь малоимущим. Не потому, что их любят, потому что среди них могут родиться гении, среди них могут родиться ученые, инженеры и так далее. Это уже давно известно. Поэтому некий средний или некий минимальный уровень надо давать всем, чтобы потом черпать оттуда необходимую рабочую силу, и в том числе интеллектуальную силу, и военную силу. Это уже, так сказать, веяние нашего времени. Это есть инвалиды, это есть дети-сироты, это есть престарелые, одинокие, которые сами справиться не могут. То есть это уже давно общая известность XIX века. Но это не социализм. Это вот остаточные такие социальные функции у любого государства. А все остальное ты сам. А что такое тогда социальная справедливость, о которой сейчас так много говорят, говорят, что вот в обществе созрел запрос на социальную справедливость. Ее по-разному все понимают. И население, и власть. И власть, и население все воспринимают по-разному. И она сама по себе очень многогранна. Вот это вот явление такое, феномен такой, как социальная справедливость. Если мы можем как-то замерить равенство, свобода — это свобода. Есть конституционные какие-то права. А вот что такое социальная справедливость, и как ее можно замерить. Но в любом случае это равенство перед законом, и это равенство перед законом реальное. У нас ведь проблема сейчас в том, что наша система власти оказалась абсолютно бесконтрольная. И поэтому очень многие чиновники достаточно часто, да и в целом правящий класс, ведет себя так, как он считает нужным. А при недостатке общей культуры у того или иного конкретного представителя это переходит в воровство, в коррупцию, в хамство, в пренебрежение, вообще отношение к простым людям, как это говорится, к быдлу, к какому-то такому элементу, когда высказывать, что тут и на три тысячи проживешь, не помрешь, просуществуешь и так далее, и тому подобное. Раньше была партия, был партийный контроль. И когда что-то происходило, люди бежали куда? В партком. В нормальном демократическом обществе это должна быть система конкурентных и достаточно честных, я понимаю, что политтехнологии везде есть, но достаточно честных выборов. Достаточно часто, да? Возник конфликт. Вот сейчас ждут в Великобритании один из вариантов выхода — это новые выборы, если старое правительство не нашло вариантов. Но еще и уровнем культуры, систему внутренних вообще вот этих противовесов. У нас этого нет. Конкуренция вот появилась после 90-х, она вот появилась в сентябре, но пока она не дает позитивных результатов. Вы видите, что происходит в Димитровграде? Там конкуренция вылилась, мы вам не дадим принять решение, какое вы хотите, а мы вам не дадим принять решение, какое вы хотите. В результате это политическая борьба, где вообще-то граждан города... Все забыли. Все забыли. И как раз граждан города получаются заложниками этой ситуации. Это еще вот учиться надо в этой конкуренции жить, но это механизм, который заставляет нести ответственность, суетиться, думать, как ты будешь отчитываться, чем ты будешь отчитываться. Вот до последнего времени его не было. Вот нулевые годы и начало десятых годов не было этого механизма. Если говорить о гражданском обществе, то я бы сказала так, они удушены объятиями власти. То есть у нас хорошо выделены организации, которые называются социально ориентированные, которые совершенно не касаются политики. Их задача — помогать государству осуществлять определенные социальные функции. Там же, опять же, помощь инвалидам, да, и престарелым. Это социально ориентированные организации. Им даются деньги. Правозащитные организации, они вообще не участвуют в президентских конкурсах. А это то, что критикует власть, что как раз является вот этим механизмом, заставляющим власть оглядываться, и прежде чем что-то сказать и что-то сделать, 25 раз подумать. Поэтому, к сожалению, гражданское общество сейчас в минимальной степени вот осуществляет эту функцию контроля, заставляет власть хоть как-то поворачиваться, хоть как-то смотреть, что они делают и какую ответственность они за это будут нести. Поэтому сложно. Механизм общественного контроля практически не работает, если он и дает какие-то результаты. То есть это мелкие вопросы на муниципальном уровне. Это все вот спущено на отдельных муниципальных чиновников. Все, что находится наверху, это вне какого-либо контроля, вне какой-либо критики. И, соответственно, не сама критика в себе плоха. Нет диалога, нет обсуждения проблем, нет поиска оптимальных решений, нет взгляда со стороны на власть. И, соответственно, возникает и недоверие к ней, и они сами, ощущая свою бесконтрольность, начинают совершать ошибки. Одну из проблем, которые назвал, опять же, возвращусь к Гошкову, Михаил Константиновичу, система управления не успевает за теми изменениями, которые происходят в обществе. Это красивый научный язык, а фактически это низкое качество управления. То есть вся система и муниципального, и государственного управления, она в значительной степени неэффективно решает вопросы. Какие шаги тогда региональные и федеральные власти в том числе должны быть, чтобы вселить в россиян оптимизм при выполнении новых майских указов? Потому что там настолько амбициозные цели, прорыв должен быть технологический, практически революция. Ну да. Это проблема кадров, мне кажется, прежде всего. И не столько, может быть, даже их профессионализм, который, конечно, нужен, но это вот честность и добросовестность кадров, которые не будут или попытаются. Я понимаю, что жизнь очень сложна, и многие вещи, ты скажешь правду, ты по шее получишь три раза больше, чем твой сосед, который чуть-чуть где-то слукавил и чуть-чуть приукрасил. Кому же хочется много раз по шее получать. Или не досказал вопрос. Да. То есть, но тем не менее, когда вот будет заявлено, что нужны именно такие, и такие будут поддерживаться, и плюс открытость власти и диалог, настоящий диалог, потому что есть умные люди и среди экспертов, и среди ученых, и среди практиков, которые в общественных организациях есть бывшие работники, сейчас они ветераны труда, но опыт большой. Ведь самое главное — это управленческие механизмы. Есть люди, страна громадная, есть не только достаточно инертное большинство в нашей стране, ну, это нормальная вещь, есть и очень активное меньшинство, которое проявляет себя, хочет участвовать в разных. Но когда оно видит, что их мнение не интересует власть, и власть не хочет с ними по-серьезному работать, пропадает интерес. И тогда люди уходят и говорят, ну, что получится, что получится, потом мы вам найдем, где, так сказать, за это дело отомстить. Я вот все время говорю, мы как-то опрашивали членов общественного совета при одном из наших министерств. Как люди шли? Они шли с такими надеждами, что у них было столько инициатив, они готовы были предложить это, предложить другое. А через полгода вся инициатива сошла на нет, потому что в ответах они написали, наша задача — молча сидеть и одобрять то, что приготовит министерство. Но это не диалог. А тогда что же вы на людей убежаетесь, что они не так проголосовали, не так оценили ваши действия. Люди сейчас требуют уважения. Да, мы ответили на 2014 год патриотизмом. Нас очень попросили прийти на выборы президента. Действительно, очень просили. Обещаю, что будут честные выборы. Они были честные. Минимальное использование административного ресурса. Люди за 70% пришли на выборы. Но в результате этого возросли очень резко требования к власти. Надо решать те проблемы, которые есть. И люди, например, ответили. Самая большая проблема 90% респондентов — это московские опросы, российский государственный гуманитарный университет. Для 90% самое серьезное социальное противоречие 90% — это разделение страны на бедных и богатых. То есть это такое расслоение, которое уже каждого бьет. Так или иначе, люди ощущают депривацию, ущербность. Либо на тебя не так посмотрели, либо тебя отказали в какой-то услуге, либо на суде, у кого больше денег, суд в ту сторону смотрит, а у кого меньше денег, тот не может защитить свое право. То есть везде, вот в каждом, так сказать, явлении социальной обыденности люди ощущают, что одни богаче, другие беднее. И дальше пишут, одни как бы представители нижших классов, а другие — высших классов. 80% населения подчеркивают. То есть обостренность вот этих противоречий, она неизбежно будет влиять на всю ситуацию в 2020-2021 и, не дай бог, и в 2024 году. И надо еще раз отметить, что как раз 2020-2021 год — это выборы. Это выборы. У нас в городскую думают, где-то наши местные, и далее в государственную. А если власть еще в социокультурном смысле начинает делать, ну, я не скажу глупости, скажу ошибки. Это я имею в виду вот всяческие переименования, которые происходят в нашей области, в нашем регионе. Здесь ведь тоже все очень непросто. Вот эти бренды, культурная столица, авиационная столица, или родина Ленина, они должны создавать позитивный и динамичный образ региона. Когда мы с одной стороны авиационная столица, а с другой стороны у нас мусорные свалки везде горят, то позитивного образа не создается. Но это как бы бытовые проблемы. Когда мы еще сюда добавляем переименование возврата имперских названий вместо советских, то есть то, что вообще никак не связано у людей с какими-то конкретными событиями. Все, кто занимается топонимикой, они знают, очень хорошо усваивается то, что связано, образ, который связан с реальным объектом. Вот стоит памятник Ленина, и площадь должна называться Ленина. Если бы стоял там собор, она может совершенно спокойно называться соборной площадью, и все это спокойно будут воспринимать, потому что название и реальный объект в нашем восприятии объединены вместе. И плюс, в любом случае, когда мы выстраиваем бренд, образ региона, он должен быть устремлен в будущее. Все эти соборные, дворцовые, спаские, простите, они нас куда зовут? Какую-то дремучую древность. Почему дремучую? Это восстановление исторической справедливости. Так было. Напоминание о том, что вот ваши корни, вы отсюда. В общем-то, сторонники переименований говорят об этом так. Это небольшая группа людей, которых вот интересуют эти традиции, эта история, чтобы это было. Я скажу по-другому. Вот наша молодежь уезжает в Москву. Она едет в Москву, потому что там есть Кремль. Или собор Василия Блаженова? Конечно, нет. Конечно, нет. Но, тем не менее, у нас до сих пор так и не понимаем, почему улица Дворцовая переходит потом в Карла Маркса. Ну, потому что всю Карла Маркса стыдно, видимо, переименовывать, а вот этот участок, когда разбита улица, можно. Побоялись всю улицу. Это ошибка. Я считаю, что это перекос. Как с этим жить? С этим перекосом? Это исправлять нужно? Или терпеть, ждать опять, когда кто-то придет и исправит? Или выходить на митинги пикеты? Или доносить свою правду? На митинги пикеты люди не пойдут. Это не та проблема, которая вот-вот горит, и от нее зависит моя жизнь. Но то, что у людей копится негатив, и они не понимают, куда же власть зовет. Я говорю, вот образ будущего. Куда власть зовет? Она вообще зовет нас в XIX век, в засилье церкви, которая везде, она у нас уже везде. Мы вот ругаем Украину, что там церковь и государство почти уже неразианские близнецы. Но некоторые элементы есть и у нас, когда уж слишком дружно государство и церковь выступают в тех или иных вопросах. А все-таки по конституции они отдельно друг от друга. Церковь идет в школу, церковь восстанавливает. Идет перекос, который формирует совсем иной образ. Затхлой, да, какой-то провинциальной старины. Что мне здесь делать? Как я могу здесь себя реализовать? Пакую чемоданы и уезжаю. То есть вот должна быть пропорция этих образов. Вот такая линеечка. Прошлое, настоящее, будущее. Но чтобы образ был позитивным, динамичным в будущее. Хорошо. А у нас он сейчас развернулся. Нина Владимировна, у нас прям остается совсем с вами 30-40 секунд. Скажите мне, пожалуйста, вот если мы заговорили о выборах, да, в городскую думу, у нас следующий выборный сезон будет. А вы какие-то тенденции можете, вот чего-то назвать, с чего нам ждать? Кто тогда пойдет у нас? Какие кандидаты пойдут на выборы? Кто кого увидит и услышит? Вот здесь есть субъектив и объектив. Объективно у нас как бы возникла тенденция на много партийности. И партии должны по-другому готовиться к выборам. Ну, грубо говоря, коммунисты сейчас не просто набирать кандидатов, да, а уже такие, которые смогут работать. Потому что раньше задача стояла, чтобы в каждом округе хоть кто-то был. А уж какого он качества, как будущий депутат, не имело особого значения. Лучше хороших, но нет, а бы кто. Теперь совершенно другая ситуация. Потому что есть как бы шанс на выигрыш, и уже надо подбирать людей. Это для оппозиционных партий. Если говорить о «Единой России», то здесь тоже другая позиция. Ведь подбирали по лояльности, по преданности высшему лицу региона, президиуму полицсовета. А политтехнологи, они мне программу нарисуют, я рот открою, слоганы придумают, транспаранты, билборды развесят, и моя победа гарантирована. А теперь ничего не гарантировано. То есть уже по-другому надо готовиться. Уже других людей набирать, которые могут выйти к избирателям, могут с ними честно, откровенно говорить о проблемах, не боятся избирателя, не сбегут от него, и не будут заглядывать в бумажку и звать политтехнолога, подскажи, к чему мне на этот вопрос отвечать. То есть они должны понимать, знать, быть готовы к этой дискуссии. Иначе 2020 год будет тяжелым. Конечно, есть другая тенденция. Мы пока, ведь не только те, кто в политике, но просто те, кто интересуется общественностью, все-таки поглядывают одним глазом на Димитровград и ждут. Вот какой же там будет эффект, если там почти вся городская дума коммунистическая. И если там начнутся позитивные сдвиги, то уже коммунистов будут воспринимать не только как простую оппозицию, что она просто номинально должна быть, а как людей, реально рассчитывающих на власть, и уровень доверия к ним будет повышаться. Ведь не секрет, что сейчас за них голосовали методом от противного. А если позитивные шаги будут, не только у нас, и еще в стране, где также есть коммунистические лидеры, то тогда уже будут именно за них голосовать, а не просто потому, что не понравилась Единой России. Но здесь есть шансы ЛДПР. Очень хорошо себя показать, если вот эта тенденция, намного партийность будет продолжена. Поэтому времена интересные. Но мне бы очень хотелось, чтобы политическая борьба, которая идет между региональными отделениями, в которой активно участвует и исполнительная власть своими советами, людьми, технологиями, чтобы они не забывали вот об эффективности, о результативности. Мне кажется, много есть такого увлечения чистой политической борьбой. Я тебе докажу, я тебе отомщу, я добьюсь, что будет по-моему, а не по-твоему. А что будет с эффективностью, с работой, с жизнью того или иного муниципального образования, это как бы уходит на второй план. Спасибо большое. Учимся в политической борьбе. Учимся в политической борьбе. Спасибо большое, Нина Владимировна, с вами очень интересно всегда разговаривать. Я знаю, что времени для вас никогда недостаточно. Про рапиру ничего не успею сказать. Обязательно скажем и про рапиру в нашем эфире. Спасибо. Приходите к нам еще в гости. Спасибо. Смотрите «Репортер 73». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова